Лекция номер два. Сегодня мы с вами изучаем более продвинутые структуры данных в Python, множество, которые упоминались, словари, которые тоже, кажется, чуть-чуть упоминались, но мы сегодня по ним пройдемся поподробнее. Кроме этого, я расскажу вам чуть-чуть подробнее еще про итерируемые объекты, поподробнее про функции и про функции как объекты первого рода. Первого класса. Это название тоже я должен буду пояснить. И какие интересные штуки может на этих вещах сыграть. Кроме этого, еще и мы поиграемся с частотным анализом с использованием словаря. И ветвление тоже с использованием словаря. Итак, поехали. Множество, соответственно, как они устроены. Мы сейчас пока не будем глубоко входить в то, как они устроены внутри. То есть на какой структуре данных они построены. Я в какой-то момент, мы дойдем до хэш-таблицы, я скажу, вау, смотрите, это и есть оно, вот оно. Значит, суть. Множество. Это тип сет. Называется так, тип сет. Оно представляет из себя объект коллекцию. Что это означает? Есть такие объекты, которые содержат в себе элементы. Ну, их много таких объектов. В конце концов, даже строка, это объект, в котором содержатся элементы, как бы, да. Ну, на самом деле, сложно сказать, она является итерируемым объектом. Ну, короче, по ней можно пробежаться. Итерируемо, значит, по ней можно пробежаться. Но, тем не менее, мы можем до некоторой степени сказать, ну, вот ее символы, это элементы, да. Можно сказать, да. Есть такая штука, как ренч. Я его назову буковкой R. Да, вот я создам себе вот такой объект. Ренч от 1 до 10. Ну, кстати, десятка не включительная, не ничко включительная. Надеюсь, вы все это, конечно, помните. Так вот, этот объект, он имеет тип ренч. Это не список, не массив. Да, это специальный такой объект. Диапазон. Он, вообще-то, арифметическая прогрессия по-хорошему. И можно взять у него первый член R в скобках 0, второй член R1. Если мы вылетим за предел, то он скажет нам, индекс R, нету такого элемента. У него можно спросить его длину, лен R, сколько в нем, это арифмическая прогрессия, конечная длина, сколько в тебе элементов? Он скажет 9, да. Окей. Значит, так вот, такие вот объекты. Ну, а эти объекты не являются коллекциями. Это, вот это вот объекты, не коллекции. То есть, в них есть, как бы, элементы. Но дело в том, что, на самом деле, вот этот вот ренч не хранит все эти элементы. В чем его особенность? Он их не хранит. Он их вычисляет по мере необходимости. Как об этом узнать? Да никаких проблем. Надо просто сделать прогрессию, в которой будет количество элементов. 10 в 10-й. Да нету памяти у компьютера столько. Вот сохранить вот такой список, где мы 10 от единицы до 10 в 10-й. 10 ноликов. Столько памяти, подхранить их чисел. Но если вы начнете спрашивать R нулевой, R первый, R второй, пожалуйста, он будет вам выдавать их. Вычисляя по мере необходимости, по формуле. Каждый раз спросили, а он вам выдал, вычислив его, выдал. То есть, он не хранит их, да. В памяти очень мало места занимает. Классная штука. Цикл for бежит, нам не нужно создавать список из стольких чисел. Очень хорошая штучка. Но он не коллекция. Коллекция это когда, представьте себе, альбом, в котором марки складывают. Я могу туда вклеить такие марки, другие марки. Я туда могу их разные вклеить. И еще. Коллекции поддаются изменению. То есть, строка, казалось бы, ну я же могу другую строку вставить. Такую, да. Я тут, тут. Я как бы тоже определяю там откуда, докуда, да. А здесь вроде не вычисляется, берется из того, что было. Но дело в том, что в коллекции я мог что-то заменить. Изъять из него, выкинуть, вставить. Бывают разные коллекции. На самом деле, список это коллекция. То есть, вот если говорить про коллекции в питоне, да, то они, конечно, каждая коллекция является этерируемым объектом. Это удобно для переборных вещей. Просто взять и просмотреть ее. Это начало, так сказать, войти в Эрмитаж и просмотреть все экспонаты, да. Это, конечно, прикольно, хорошо, замечательно. Но как вы будете ходить, там есть куча разных траекторий. Да, если вы когда-нибудь были, кто был в Эрмитаже? Были в Эрмитаже? Хорошее место. Я был. Замечательно просто. Но я не был везде. То есть, невозможно обозреть за один день, надо туда еще ехать. Вообще, съездить в Питер – это классный способ провести каникулы. Взять девушку с собой или жену и пару детей. Тоже хорошо. Ладно, значит, что? Коллекции. Ну вот смотрите, мы с вами работали со списком лист. Кстати, в питоне есть Эрей. Им не пользуются лишний раз, не очень любят, потому что он не совсем Python-стайл. Эрей предназначен для хранения типов фиксированной длины. Он лежит в отдельной библиотеке Эрей. Импорт Эрей. В ней Эрей.Эрей будет специально поднимать. Но он есть. Но не то, что даже долго. У него есть своя специфика. Это динамический массив, но еще раз, фиксированных типов. Это питон, он здесь динамической типизации. У вас ссылка на произвольный объект. Список, он в этом смысле намного ближе. Что мы еще знаем? Ну, мы знаем, на самом деле, неизменяемую коллекцию TAPL. Но все-таки строку не относят, а TAPL скорее-то относят к коллекциям, хотя он есть неизменяемый список. Что мы еще знаем? Что мы еще знаем? А вот ничего особого. Сет. Вот, собственно, сет – это коллекция. И дикт – это коллекция. Ну, с некоторой уже спецификой. Дикт – это специальная уже коллекция. Это базовые. На самом деле, есть и другие еще. Есть и другие. Прямо есть такая библиотека, import collections, в которой есть отдельно там всякие разные интересные штучки. Мы их сейчас трогать не будем. Вот, ладно. Давайте поговорим про множество. Особенность множества в том, что мы можем добавлять туда элементы, мы можем удалять оттуда элементы, но мы не можем добавлять туда один элемент два раза. Как это делается? Я создаю сейчас множество. S равно set. Пожалуйста. Это пустое множество. Просто он готов под заполнение. Соответственно, я туда, в этот set, начинаю добавлять элементы. e, d, d, 1. И он у меня туда. Я как диаграмму или равенную нарисую, у меня вот элемент 1 туда добавился. Я беру, добавляю туда e, d, d, 2. Да, вот элемент 2 туда добавился. А если я сделаю еще раз e, d, d, 2, то у меня больше повторный элемент 2 не добавится. При этом ошибки не будет возникать. Ошибки возникать при этом не будет. Что интересно? Да, удаление из множества. Есть два варианта удаления из множества. Я вот здесь вот для симметрии сделаю теперь. Я возьму, сделаю сейчас s remove. s remove. Давайте 2. Что произойдет? Будет произведен поиск и удаление этого элемента. То есть оно меняется, состояние этого объекта меняется во времени. То есть само множество, да, как объект, само множество типа set, оно является изменяемым, его состояние меняется. То есть оно похоже на переменную, да. Как вот мы переменные рассматриваем, да. Надо понимать, что при этом сами числа, они неизменяемого типа. А множество хранит в себе ссылки на эти объекты. Я вам больше скажу. Внутрь множества можно класть только, по-хорошему, неизменяемые объекты. Потому что если объект изменяемый, ссылочная модель, у меня на него, на этот объект может быть какая-то ссылка, извне, множество. И он внезапно взял и трансформировался. То есть представьте себе, я беру, кладу книгу на полку, клал я ее туда под фамилией Пушкин, сказка рыбаки и рыбки, а после этого, как сказать, я себе такой наивный, уверен, что у меня там Пушкин стоит, а раз книжка трансформировалась, Гоголь, мертвые уши. Понимаете, да? Это будет плохо. Поэтому объекты, которые кладутся в множество, они кладутся очень специальным образом. И оно по-хорошему должно неизменяемым быть. Ладно, я далековато ушел. Что произойдет, если я попробую удалить второй раз? А вот тут произойдет плохо. Произойдет ошибка. Да, ошибка, она будет называться Key Error. Ошибка поиска по ключу. Ошибка поиска по ключу. Мы с ней столкнемся в словарях поплотнее. Здесь мы ее можем поймать только при удалении несуществующего множества элементов. Либо повторное удаление, либо удаление, которого там и не было никогда. Вот. Тогда будет Key Error. Ну вот. И это нам немножко, чуть-чуть приоткрывает характер хранения. Пока откладываем. Но существует и другой способ пристрелить элемент в множестве. Дискард. Мы делаем так, если нам надо его прибить, если он там есть, а если нет, то не прибивать. Спрашивается, а могу ли я пробегать по элементам множества? Да, можно. Для этого можно воспользоваться циклом for. For x in s. Пожалуйста. For x in s. И у меня, соответственно, вот здесь вот x будет принимать каждое очередное значение из s. Однако, если у меня там есть больше элементов, один, а давайте я сейчас совсем прикольно сделаю. Дело в том, что в s могут быть не только числа, одновременно с числами там могут быть и строки, например. В традициях Пайтона и динамической типизации, как в список, можно добавлять элементы разных типов. Это не совсем принято. Ну, не очень хорошо, но можно. Скорее, лучше, когда вы делаете кортеж, вот там лучше строка, число, вещественное число, логическое, это скорее там лучше. А лист все-таки лучше бы был однородных типов. Но можно при желании. С множеством та же история. Хотите напихать туда элементов разных типов? Пожалуйста. Вопрос. А как же быть? Ведь у меня hello даже нельзя сравнивать по возрастанию или убыванию с типом int. То есть это тип int, значение. Да? А это стр. Их нельзя сравнивать. Знак больше, меньше, либо равно, равно не работает для них. Невозможно. Да? Как я вам помните про сортировки рассказывал, я говорил, если мы в список, лист, напихаем элементы несравнимых типов, то сорт работать просто не будет. Потому что он... А как? Понятно, у него ломается на операции больше, меньше, либо равно, равно, там, да, он не сможет выполнить. Ладно. Поэтому вопрос вот какой. А в каком порядке я увижу эти элементы? И ответ на это надо знать. Ответ в непредсказуемом. То есть порядок доступа непредсказуем. И это хо-ро-шо. Это и фишка как раз множество. Множество ни в коем случае не список, потому что список определяет порядок элементов. Вот первый пункт, второй пункт, третий пункт. Когда мы составляем списки, то у нас вот когда мы в школе, в Варде работали, там есть нумерованные списки и маркированные. В чем фишка маркированных списков? Ну, мы записывая на бумаге вынуждены записывать по порядку. Но маркированный подразумевает, что на самом деле нет реальной последовательности. Как вы делаете список того, что нужно купить в магазине, там, молоко, яйца, масло, хлеб, да, на самом деле вам не важно в каком порядке. Они не приоритизированы у вас, никак не выстроены, ну, просто нужно все это купить. Там множество, а не список. Отказ от списка в пользу множества, то есть отказ от порядка хранения, да, я сейчас просто вот так вот сделаю, да, но понятно, что я бы мог заменить, казалось бы, списком, да, пуш, ну, как, append делать, да, потом делать, там будет, по-моему, для списка тоже же есть remove по значению, да, и тоже можно, в принципе, по значению удалять, только там еще и двойственное хранение, можно дважды, трижды, чтобы он включался, только там remove будет происходить долго, потому что он должен его бежать, найти, а фишка, ради которой во многом существует множество, это то, что у меня есть возможность проверять элемент в множестве, это предикат, это предикат. Так вот, вот это дело, это проверка факта, есть х в множестве или нет? Проверка, х принадлежит множеству, вопрос, точнее, вопрос, а удивительная совершенно вещь, за о от единицы. Вот это то, за что надо знать и любить множество. Надеюсь, нотацию-то вы вспомнили, в прошлый раз мы говорили, что такое о от единицы, по времени, потому что хранить-то их все равно надо, вот сколько их штук есть, столько они хранятся, это коллекция, он реально в памяти потратит на каждый элемент, хранить его в памяти. Но поиск за от единицы, это означает, что представьте себе некоторого сумасшедшего библиотекаря, мы сегодня еще раз к нему вернемся, у него есть шкаф с книгами, я не буду ходить к шкафу, я нарисую, шкаф с книгами, да, и у него есть там полки, на каждой полке книги, 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 где-то может не быть книг, где-то у меня книга пустующее место, где-то еще книги, вот так вот, некие вот хорнилищ, вы к нему говорите, дорогой мой, у тебя есть Пушкин, сказка рыбок и рыбки, и он вместо того, чтобы ходить и искать, поэтому шкаф, вот, ага, так это, там, алябьев, зощенко, бянки, там, ну, по алфавитному или как угодно, да, идти, чапать, топать, там, или бинарным поиском, бинарный поиск, помните? Если я упорядочу по алфавиту, у меня есть, и пронумерую все, да, то я могу как-то в серединку за логарифм найти. Правда, если мне нужно удалить оттуда книгу, то мне придется все их сдвигать, я же не могу пустоту оставлять в этом случае. А сумасшедший библиотекарь, которого я потом расскажу, как он устроен, ближе к концу семестра, он берет вместо того, чтобы подходить к шкафу, так, Пушкин, так, П плюс У минус Ш, умножить на К минус на, ну, я сейчас условно, да, ага, так, третья полка, семнадцатое место слева, оп, нету Пушкина. Поняли? То есть он нечто, вот там, некая эвристика, да, а вот он, лови, либо есть, либо нет. Представляете себе, да, получается, что он может наращивать, если вот мы вот сумеем такого, сумасшедшего библиотекаря под названием хэш-функция внедрить, и механизмы хранения, которые будут потом называться хэш-таблица, внедрить, то у нас скорость выдачи, да или нет, есть или нет, будет вот такая сумасшедшая, не зависящая от количества шкафов. То есть это могут быть мегабайты, гигабайты, терабайты информации. Не, ну, когда там уже реально это там, как это, на дисках не помещается, то чуть-чуть сложнее, но все равно. Именно на вот этой фишке хранения, как это называется, обеспорядоченных данных и скорости поиска в них основаны релизионные базы данных. Ну, и в принципе, вот эта идея баз данных, то есть казалось бы, база данных там, наращивать свой объем, а мы все равно в ней продолжаем искать быстро. Как? Крутые алгоритмы. Но мы сейчас не будем погружаться, мы будем этим пользоваться. Надо это знать и этим пользоваться. Поскольку мы вот это дело можем делать, то у нас возникает интересная штука. А что мы знаем про множество из теории множеств? Ну, мы знаем операции над множествами. Допустим, у меня есть два множества А, Б. Какие операции мы знаем? Первое, это пересечение. Предположим, что у меня есть множество А. Кстати, в питоне я могу сделать собственно множество с уже известными элементами перечислением в фигурных скобках. Поэтому давайте я так и сделаю. 1, 2, 4, 8, 16. Я сейчас по степеням двойки пробегаюсь. А здесь я сделаю соответственно, ну давайте 2, 3, 4. Кстати, давайте я лучше по-другому сейчас сделаю. я сделаю set, а в скобке дам ему итерируемый объект. Заодно мы узнаем с вами, что конструктор множества set, а вот эта функция создающая множество называется конструктор. И, кстати, это единственный способ записать пустое множество, потому что две фигурные скобки пустые, не множество. Запомните, две пустые фигурные скобки вот так вот. это словарь, а не множество. До них сейчас мы дойдем. Так вот, если я в скобки внутрь вставлю что-нибудь, то это что-нибудь будет распаковано. Я сейчас туда подставлю range, не надо писать i туда, потому что я вместо этого i я подразумеваю, что туда можно список вставить. Если я вставлю список, что произойдет? Все элементы списка будут добавлены в множество, но дубликаты исключены. А порядок, который был, будет выброшен на свалку, они будут храниться в каком-то порядке, как захочет сумасшедшая библиотека. Непредсказуемый. То есть он некий определенный, некоторая логика там есть, но даже добавление одной книжки может означать для него переформатирование всего. То есть, что называется, он смотрит, что-то у меня шкаф переполнился, пора покупать второй шкаф и пересортировать все так, чтобы было удобно. Понятно? Иногда он может потратить время на такую пересортировку. Это не влияет на среднестатистическое время, там все равно у от единицы получается. Но смысл в следующем, что я сюда могу вставить любой интерьер. Почему бы не range? Range давайте вставим сюда. Или строку. Строка в этом случае будет разытерирована на символы, а range на элементы. Вот я сюда вставлю range, который начнется от двойки и завершится пятеркой. То есть там два, три, четыре, пять нету. Два, четыре элементы. Может быть, стоило шесть сделать, чтобы у меня хоть два элемента там попадало. Так вот, что у меня в итоге получается? Ой, это не А, это должно быть Б, чтобы я мог операции это с ними делать. Значит, получается, что? Что у меня в А один, два, четыре, восемь, шестнадцать. Я вот так их напишу. А в Б у меня элементы какие? Два, три, четыре, пять. Вот так. Два, четыре, пять. Понятно? Итак, поехали. Пересечение. Пересечение. Множество С. Как я его получаю? Первый вариант это А точка union ой, стоп, 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 перепутал с объединением intersection на самом деле эти длинные названия никто, конечно, не любит. Есть специальные операторы, при помощи которых можно это делать. И оператор, который здесь используется, это на самом деле битовая И. Битовая И, амперсенд. Когда я вам рассказывал в том семестре операцию умножить разделить в самом начале все там деления, были такие операции, помните? И вот такая. И еще вот такая. Вот они сейчас будут переопределены. То есть для множеств они будут значить нечто другое. Это было битовое И для целых чисел. Там, где совпадали двоичные системы числения единички, они сохраняли все эти числа. А там, где 0,1 или 1,0, просто 0,0, там 0 получался. Это битовая И, а это битовая исключающая И. Итак, мы сейчас их собственно увидим. Так вот, вот то же самое люди предпочитают, я даже не знаю, давайте я не буду как комментарий, я лучше как табличку такую сейчас сделаю. То же самое, вот это пересечение, это пересечение А пересекается с Б. Так вот, его записывают как, я здесь назову С, чтобы его куда-то сохранить. С равно А и Б. Это не логическое, еще раз, это именно битовое И, которое в этом случае воспринимается как пересечение множеств. Так, следующее объединение, А объединенное с Б. для этого есть операция, я тоже буду называть С, все время буду называть С. А это, соответственно, юнион А точка юнион Б. Да? И, соответственно, С равно А вертикальная черта Б. Если я бы делал это вручную, не стандартной функции, а при помощи, ну, условно, цикла for. For x in A, if x in B, x in B делается за O от единицы. Да? Тут есть одна интересная штука, которую надо знать алгоритмически. Ну, а представьте, что мне действительно множество задано не как set, а как некое условие. Да? И я могу not now это не нет, 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 это эксклюзив, нет, не, не, я могу дать вам это, и я думаю, что вы любите. Попробуйте. Да, ты сможешь. Можешь ли я кормить, Оскар? Да, ты можешь. Так вот, фишка в том, что эти множества могут быть разной мощностью. То есть это здесь они у меня примерно одинаковые. И я как бы не задумываюсь, так как раз, пересечение и все. На самом деле фишка в том, что у меня может быть множество А большое, а В маленькое. Если множество задано критерием принадлежности, ну словом, что число простое. Простые числа. А я большое. То есть, возможно, вот такая ситуация, возможно, вот такая. Так вот, фишка в том, что во внешнем цикле фор лучше перебирать маленькое множество. А второе множество проверять по факту критерия. Чем я буду, не знаю, там, я буду перебирать всевозможные, как это за... Меня интересуют такие простые числа, которые являются числами Мерсена. Ну, все это в пределах, не знаю, триллиона. Меня интересуют такие числа в пределах одного триллиона, которые являются числами Мерсена и при этом простыми. Но, извините, чисел Мерсена – это единичка, тройка, семерка, пятнадцать, тридцать один. То есть, два в степене без единички, которые в двоичной системе числения единичками записываются. Один, 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 один в двоичной. А? Они очень нужны. Мы сейчас не трогаем их. Есть такая классная математическая последовательность, она прикольная. Там, в конце концов, число 255 – это максимально беззнаковое число, записываемое в одном байте. Да, там 65535 в двух байтах. Ну, ладно, короче, сейчас не в этом дело. Они там еще специальным образом связаны с совершенными числами. Сейчас это нас не интересует. А среди чисел Мерсена немало простых чисел. Но они не все простые. Число 15 – оно непростое. А 7 – простое. 31 – простое. 63 – непростое делится на 3. А? Не помню. По-моему, простое. Ну, короче, там простые частенько попадаются, чаще, чем обычно. Но чисел Мерсена в пределах триллиона мало, а простых чисел много. И мне проще, чем, о, давайте, я в триллион чисел, я начинаю решетом, аратосфена. Или, давайте, для каждого числа запускаю тест простоты. Помните, мы тест простоты гоняли в прошлый раз. Я для каждого запускаю тест простоты. Да? Ну, мне все равно придется это делать для того, чтобы сформировать это как множество. Да? Если я пойду вот этим, то я формирую множество А, формирую множество Б. Числи Мерсена, да, пробегаясь циклом Фортом, да, ну или Вайлом, неважно, как-то их там накапливают. Эд, 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 эд. Пока не достигаю степень, ну, такого состояния числа Мерсена. Потому что следующее число Мерсена, как альфметика геометрическая прогрессия может быть вычислила. Предыдущее, домножаем на 2 и плюс 1. Трижды на 2 плюс 1, 7. 7 на 2 плюс 1, 15. Ну, короче, еще раз, я могу итеративно добирать, пока оно не выйдет за пределы триллиона. В результате смысл какой? Что не всегда бывают вот эти действия по пересечению, а это часто бывает нужно. Вам нужно удовлетворить нескольким требованиям. Так вот, внешним циклом надо ставить маленькое множество. Например, числа Мерсена. А во внутреннем проверять критерий уже тогда, когда оно является числом Мерсена, оно простое или нет. Потому что у вас чисел Мерсена в пределах триллиона, то есть, ну, 10 в какой получается? Сейчас 9 миллиард, триллион 12, 10 в 12, да? У вас 2, сейчас секундочку, в сороковой. Порядка 2 в сороковой. То есть, последнее число Мерсена это будет 2 в 39 без единицы. Последнее число Мерсена это 2 в 30. То есть, их там будет всего, начиная от нулевого до этого, 40 штук. 40 штук чисел Мерсена. Пробежались, проверили, все. Представляете себе, да? 40 итераций. 40 раз прогнать тест простоты. Вариант номер 2. Мы берем, формируем, ну, его можно не запоминать, а на лету делать. То есть, мы на лету берем очередное число простое, проверяем его, переводим в двоичную систему числения, проверяем, есть ли в нем нолики значащие. Ха-ха-ха-ха-ха. Представляете себе, масштаб работы. Согласны, да? Так что, учтите, вопрос пересечения множеств на практике может означать не то, что, а, я дерну интерсект, формирую два множества, я дерну интерсект, ну, или там напишу этот оператор. Учтите этот момент алгоритмический. Дальше. Есть такая интересная штука, как вычитание множеств. Вычитание множеств. А без Б. Без базара. А без Б. Это вот эта штучка. То есть, все элементы А, которые при этом не являются Б. Давайте возьмем все числа Мерсена, не являющиеся простыми числами. Ну, условно. Ну, у меня тут 1.8.16 должно получаться в результате. Здесь есть, соответственно, difference. Слушайте, я, честно, устал писать. У вас в лабе будет написано, да. Она прям табличкой там будет. Здесь это будет записываться А минус Б. Я еще раз скажу, что здесь есть кажущаяся симметричность, она на самом деле симметрична, но на самом деле разница, кто слева, кто справа, все-таки небольшая, но есть. Но как эта операция оптимизирована там, внутри питона, она нас сильно не интересует. Вот если мы руками это делаем, тогда очень важно, кто слева, кто справа, да. Какое с кем мы пересекаем. В случае объединения это меньше важно. В случае объединения тут меньше, менее существенно это делалось. С пересечением там критично. Вот. Потому что там все равно для объединения все равно все придется сгенерировать. Все числа Мерсена и все числа простые. Все равно два цикла гоним. Как это? Замешиваем в общую кисемесию. Значит, а здесь фишка в том, что есть несимметрия. То есть А без Б это не то же самое, что Б без А. Не то же самое, что Б без А. Ну я мог бы написать Б без А, но давайте я лучше напишу вам следующую математическую операцию. А что если меня, как сказать, интересуют все, кроме вот этих? То есть А без Б объединенное с Б без А. Для этого существует математическая специальная операция А треугольничек Б. Вообще треугольничек в математике любят как оператор, как операцию. Его любят. Он, например, является оператором, ну градиент переворачивают треугольничек. А это оператор, по-моему, Набло называется, если не ошибаюсь. Нет, Набло тоже перевернута. Дивергенция. Когда вы будете изучать частные производные и поля, числовые поля в пространстве, то вы эти вещи изучите. А изучить вам их очень надо. Кафедра высшей математики будет вас вот так вот делать с вами. И не зря. Потому что когда мы будем с вами в четвертом семестре проходить методы машинного обучения, то нам градиент, частные производные будут очень нужны. Потому что без этого там, ну как сказать, не объяснишь какие-то детали. Поэтому вы тратите свое время математику, когда вы ее еще будете изучать, как не сейчас. Значит, так вот. Это называется симметрическая разность. Я произнесу, писать не буду. А точка симметрик подчеркивания дифференс в скобках Б. Слава Богу, она записывается, если вы здесь вот так, да, то здесь это будет записываться А, вообще легко, правда? В математике треугольничек, а здесь галочка. Более того, есть интересная вещь. Дело в том, что неспроста все-таки и или и вот этот вот КСОР, они сюда вынесены для этих операций. Дело в том, что если я буду с критериями принадлежности множеств делать and or XOR, то как раз получится объединение, пересечение объединения и симметрическая разность. Ровно оно и получится. Понятно? Ладно. Можно, кстати, сказать, что симметрическая разность это объединение за вычетом пересечения, если что. Ну, это вот операции, которые могут быть, если что, необходимы. Интересно то, что нам бывает, нужно модифицировать множество. Вы помните, что у списков была такая замечательная операция, как append? А если мне нужно много-много раз сделать append из какой-то другого списка? Есть сложить, а мне нужно именно append в тот же самый. Я не хочу создавать новый список, а я хочу расширить имеющийся объект. То есть модифицировать тот же самый. Это неизменяемый, да? Вместо append есть extend. Extend, да? В данном случае мы можем сделать вот это дело, дополнение. Мы можем сделать следующим образом. А или равно, вот так вот, как двойной оператор, как плюс равно, умножить равно. Помните, это такие операторы, которые x плюс равно 1, да? x умножить равно 2. А здесь я вот так вот делал, а или равно b. Для него тоже есть какое-то слово, но я его уже и не помню, если честно. И мы доливаем туда элементы из b. Соответственно, пересечения, да? А и равно b. То из а, по сути, будут... Впрочем, есть еще один вариант. Можно сделать вот так. А минус равно b. То есть а будет из себя представлять все элементы а, которые были, без элементов, которые были в b. Это те элементы, которые есть в b и были в а. Это те элементы останутся в а. Только те элементы, которых в b нету. То есть все элементы, которые были в b, вычеркнуты. Разное поведение, соответственно, разный кусок а. Либо при разнице вот это останется, это уберется. Вот это останется ровно то, что в b попадает. Соответственно, есть вот возможности вот таких. Значит, как вы понимаете, у множеств применение совершенно логично. Там убрать дубликаты и ровно там, где нужно вот это. То есть вот где вам нужно проверять. То есть вы там накопили что-то в элементы и просто проверяете. То есть не знаю, у вас есть файл с фамилиями студентов. Да? И есть отдельный файл, в котором вы что-то должны делать. Но, не знаю, сортировать элементы. Но если он среди тех студентов, которые были в первом файле, то его нужно что-нибудь там с ним в отдельный список уводить условно. Да? Но могут не все быть, те, которые там. Ну вот естественно, что первых тогда вы загоняете в множество. Потому что вот эта проверка, если вы будете каждый раз бежать по списку, проверять, она займет будет длительное время, потому что там большой объем. Понятно? То есть в этом простая логика. Там, где не нужен порядок, нужно просто факт проверки ускорить. Пользуемся. Множество. Они нам еще понадобятся, когда мы займемся графами в следующий раз. Очень. Именно благодаря множествам у нас будет нормальная асимптотика при хранении графа в памяти. Сейчас мы с вами переходим к словарям. Ready to go. Сейчас расскажу. Словари. Они являются представителями ассоциативных массивов. Если вы когда-нибудь будете сталкиваться с C++, там эта штуковина называется unordered map. Unordered, подчеркивание, map в C++. Короче, это ассоциативный массив. Ассоциативный массив на хеш-таблицах. Ну, давайте так, без порядка. Не путать с map именно питоновским. Без порядка. Без порядка. Без порядочный. Без порядка. Итак, как создать словарь. Первый вариант. Вот так. Как я уже сказал, две пустые фигурные скобки. Если там не идет перечисление, это словарь. Вариант номер два. Как создать объект, чтобы начать с ним работать, как со словарем. Вот так. Дикт. Дикт. Это его тип. То есть, если спросить у объекта, который является словарем какого-то типа, он скажет, я дикт. Класс дикт. Далее. Я могу сразу создать словарь со, внимание, парами. Ключ значения. И давайте я покажу какой-нибудь красивенький словарь. Например, я хочу создать отображение множества дней недели, множество номеров дней недели. Если бы мне было ровно наоборот нужно сделать, да я бы не запаривался. Я бы сделал список Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Или, как в американском варианте, санды бы притащил в начало. Между прочим, вы когда-нибудь не задумывались, а почему санды у этих буржуев в начале? У них в начале санды. Да. Санды-манды. Манды второй день недели. Не знаете? О, мы тут так гордимся нашим русским христианством, потому что у нас есть там спасибо в языке. Да, и какие-то еще есть элементы. Вы думаете, у них меньше. Когда они чихают, они говорят, bless you. Да. А санды обладает глубокими христианскими корнями. Да. Почему он первый? Это уходит в идею, собственно, сотворения мира за шесть суток. Ну, не суток. Дней, если честно. Потому что там йом – это период времени. Это не сутки. Один день для Бога – тысяча лет, а как тысяча лет – как один день, как сказал один из ветхозаветных пророков. Но смысл в том, что первый день – это не понедельник. Это то, что мы сейчас называем воскресеньем. Это будний день. А выходной день – шаббат – это седьмой, когда Бог почил одни своих. Это вот в древних времен, там еще Моисея было заведено. Вот эта семидневная неделя, в которой седьмой день – это суббота. Это суббота. А Иисус воскрес в первый день недели. В первый день недели воскрел Иисус. Американцы, они на самом деле, хоть они там и протестанты, и еретики и так далее, но у них на самом деле очень глубокая там религиозность, своеобразная, но неважно. И у них вот хранится вот тот вариант – первый день недели воскрес Иисус. В то же время есть богословская идея, очень древняя, про восьмой день, лежащий вне семидневного цикла. То есть все дни, в которых мы живем, вот эти вот недели – это некая визуализация в том, что на самом деле человечество живет в седьмом дне. То есть продолжается седьмой, седьмая эпоха, когда Бог не вмешивается в дела людей, не идет, условно, там, эволюция как-то вот радикально. Ну, то есть вот, все произошло, планеты сотворены, все есть, все есть. Динозавры родились, вымерли, все там, нефть уже давным-давно сформирована, все есть. И вот, человек, скажи свое слово, твоя свобода, теперь ты, да, Бог отступает, теперь ты, ты отвечаешь за этот мир. Когда родители ушли и поглядывают. А вот, когда Бог возвращается в мир, да, это наступление восьмого дня, оно как скорость света, да, наконечная, в каком-то смысле вот этот Новый Завет наступает не одновременно. Я прошу прощения за богословское отступление, но это прикольная штука, почему у нас, по сути, есть как бы восьмой день, лежащий вне времени. Восьмой день, да, вот эта вот вечная жизнь, она начинается в каком-то смысле здесь и сейчас, вот если вот полноценно, да, то есть можно начать жить вечной жизнью, не умирая еще, да, а смерть тогда не имеет смысла большого. Ладно, что-то я далеко уже ушел, давайте вернемся к соответствиям. Есть такая штука в математике, как отображение, отображение. Слушайте, представьте себе, что у меня одному значению будет соответствовать два значения. Норм? Это не то, что не биекция, это не инъекция, извините, есть сюрекция, сюрекция означает, что множество областей значения покрыто полностью, инъекция означает, что у нас отображение является однозначным. Функция, она должна быть инъективной, нет, она должна быть не взаимно однозначной, но у нее значение f от x должно быть однозначным. Математическая функция. Потому что в программировании не так. В программировании, например, вы дергаете функцию, которая называется input, она каждый раз возвращает вам одно и то же значение? А? Вот вы дергаете, говорите, y равно input. Ну, x туда особо не надо. То, что вы скажете x, она выведет на экран в качестве приглашения. Напишите hello, напишите hello и будет ждать, что пользователь введет. То есть это функция с побочным эффектом. Она принимает x, а чтобы выплюнуть y, она бегает к клавиатуре. Она спрашивает, Клава, скажи-ка мне, что ты там, что пользователь введет. Это называется побочный эффект. Понятно? Запомните, пожалуйста. Побочный эффект может означать не только, что функция что-то там, ее значение зависит от каких-то глобальных переменных, состояния файлов, устройств. Она сбегала в интернет, что-то попарсила. Это функция с побочным эффектом. Ее можно назвать нечистой функцией. Но слово чистый, оно такое, знаете, как будто она осквернилась чем-то. Дело не в этом. В английском языке функция, соответственно, с побочным эффектом звучит так. А чистая функция не имеет побочных эффектов. То есть функция, которая не имеет побочных эффектов, называется pure function. Pure означает просто функция. Просто, как понимаешь, просто Мария. Говорят, такой сериал был, не видел ни одной серии. Но можно себе представить. Просто Иван. Да, вот-вот-вот. Просто функция и ничего. Она не делает ничего, она ничего не печатает, не двигает головку принтера, не докладывает в каком-нибудь спецслужбу. Она просто вычисляется. Почему это важно? Если это значение Х я уже вычислял. Ну понятно, что раз это алгоритм, то он вычислим. Значит, ее можно вычислить, может запустить. И она как мясорубка прокрутит Х и выплюнет Y. Но, если я его уже вычислял, то я могу вместо вычисления достать его значение из кармашка. Я могу это значение запоминать, кэшировать. И то, что оно вместо вычислений будет доставаться. А, да я просто знаю ответ, я просто знаю. А он у меня однозначный. Классно? Так вот, это я чуть-чуть про функции, потому что у нас словарь, он тоже отображение. Правда, у него область определения будет очень фиксированной. Если функция, там некая комбинаторная, ну какой-то Х и целые числа. Или Х и строки. Или что-то еще. То есть, некоторая область, это некое множество. И ты любой элемент из этого множества даешь, она вычисляет. Здесь вычисляться ничего не будет. Словарь хранит значение для ключа. И словарь является, ребята, однозначным отображением. Понятное дело, что хранить в словаре таблицу Брадиса. Кто знает, что такое таблица Брадиса? Синус, точнее синуса, косинуса. Для каждого маленького соседнего числа. Ну, условно, таблично сохранять функцию. Издевательство. Лучше уж взять, записать ряд Тейлора. Или какой-нибудь еще поинтереснее ряд с большей сходимостью. Как алгоритм. И вычислять по мере необходимости. Ты должен синус дернул, посчитал, вот выплюнул. Правда? Что хранить вот эти таблицы Брадиса? Сохранить мегабайты памяти, чтобы быстро вычислять. Но, вот это, собственно, отображение может быть не таким тривиальным. Он может вообще не вычисляться. Вот, например, для дней недели. Да? Ну, давайте я сделаю. Слушайте, я сделаю сейчас по-американски. Давайте. Sun. Тем более, как раз он будет нулевой. Соответственно, запятая. Ага, стоп. Двоеточие ноль. Итак, внимание. У меня, чтобы, собственно, сохранить отображение, должны быть ключи и значения. То есть, вот эта штучка называется ключ, я по-английски напишу. А вот эта штучка, которая после двоеточия, называется value. По сути, словарь хранит в себе пары. Ключ, запятая, значение. Я мог бы заменить его списком, в котором хранятся кортежи. Можно? Можно и бежать, соответственно, по этим парам. Да? И сравнивать, ключ совпал, не совпал, совпал, не совпал. Но дело в том, что если бы я так сделал... Первое. Список кортежей. Первое. Чтобы узнать наличие такого ключа, мне придется пробежать их. Все. Ну, может быть, я где-то и найду. А если не найду, то обязательно добегаю до конца. Все равно обнаружил. О, не нашел. Это раз. Второе. У меня возможно. У меня нет ничего, что мешает продублироваться данным. То есть, я пытаюсь вставить новую пару. И если я перед этим не пробежался и не проверил, что такого нету, у меня возникает двойственность значений. Плохо. Я хочу однозначное отображение. Значит, у меня ключи в множестве ключей, да. То есть, у меня они должны быть уникальны. То есть, свойство вот этой штуки состоит в том, что ключи уникальны. А вот эта штука допустима. Допустимо ли, что у меня разным ключам соответствуют одинаковые значения? Да. Да. Может быть. У меня сейчас этого не будет. Но, в принципе, это возможно. САН, в кавычках, двойточие ноль. Да. МОН, соответственно, двойточие один. Запятая ТЮ, в кавычках, двойточие два. Я сейчас пропущу, потому что длинно писать, но вы логику поняли. Я методом прямого перечисления могу это запихнуть. Я вот сказал, то есть, это общее правило, да. Я вот сказал про список пар. Правда? А ведь я неспроста про него сказал. Дело в том, что я могу создать словарь через конструктор, если я дам ему список пар. То есть, он не дурак, он как раз их возьмет и будет брать. Первый взяли. Ага, положили. САН, МАН, запятая и так далее. Список закрылся и скобка, которая закрывает параметры конструктора. То есть, как у СЭТ, я могу сказать СЭТ в скобках, дальше любой итерируемый объект. Список или РЕНЧ, что хочу? Строку. Получится множество символов, которые встречаются в строке с выкидыванием дубликатов. Множество чисел, которые были в списке, с выкидыванием дубликатов и обеспорядоченные. В данном случае у меня будут сохранены вот эти соответствия, кто чему равен. При этом у меня порядок потеряется. Зато у меня появится возможность, во-первых, проверять IF MAN IND. Обратите внимание, в чем фишка. Да, можно сделать вот так. Итак, у словаря есть такой не совсем атрибут, а, скажем так, связанный, вложенный объект, который называется KEYS. Доступ к нему происходит вот так. D точка KEYS со скобками. И я напоминаю, когда мы обращаемся через точку, то это обращение к либо свойству объекта, то есть его атрибуту, либо, то есть это уже OOP, ну то есть мы сейчас просто пользуемся объектом, мы его не создаем, либо метод объекта. В данном случае, поскольку я вызываю, это метод этого объекта, то есть функция, которая к этому объекту приписана. Я говорю ему, а ну-ка, Славарь, расскажи-ка про свои ключи. Я, конечно, так могу сделать просто, чтобы подчеркнуть проверку именно в множестве ключей. IF MON IN D точка KEYS. Ну и в этом случае что-то там буду делать, да, сейчас посмотрим. Но на самом деле, если я просто сделаю IF MON IN D, то он будет проверять не по значениям. Да, есть D точка values, если что, да, такое есть. Ну и там можно еще достать именно как список пар. Но сейчас просто не надо мне это делать. IF MON IN D. Это то же самое, что поискать в множестве ключей. То есть проверка, а есть ли это в словаре, просто есть ли ключ в словаре. Не по значениям, да. И вот это действие происходит, соответственно, за O от единицы. То есть он проверяет факт наличия этого в области определения словаря. То есть в том, в множестве ключей за O от единицы есть или нет такой ключик. А что если он все-таки есть? О, тогда я могу достать его значение. То есть представьте себе, что этот ключик получил с клавиатуры. То есть я здесь написал key равно input. Вот здесь вот, key равно input. И человек с клавиатуры написал мне какую-нибудь фигню. Если он написал мне фигню, которой нету в словаре, там нету, я просто в этот IF не попадаю. А если он написал день недели правильно, и мой безумный библиотекарь нашел нужный том, то я могу достать значение. Давайте я так напишу вот так вот. Я его сейчас вытащу в переменную value. Так назову переменную. Value равно d в квадратных скобках key. Это добывание значения по ключу из словаря. И вот это действие тоже происходит за от единицы. То есть мы спрашиваем в библиотекаре есть у тебя такая книжка? Такой чуть-чуть подумал, глянул на шкаф в конкретное место. Говорит, есть. Я ему говорю, так дай мне ее тогда. Содержание. То есть у меня ключ-то есть, да. А теперь содержание мне ее. И он мне ее немедленно, поскольку он ищет мгновенно, не считаясь с размерами. Хоть гигабайт словарь в памяти будет занимать, он оп, на. Вот тебе значение. Поняли? И фишка в том, что вот это key не целое число. А это строка. Или кортеж. Тапл. Кортежи можно туда отправлять. Чем не может быть. Да. И заодно еще один момент скажу. Если я попытаюсь вот это сделать, не проверив наличие ключа в словаре. Не проверив. Я могу схватить key error. То же самое, когда я удалял из множества того, чего там нет. Да. Вот такая интересная штучка. Но есть интересный еще один вариант. Я могу взять вылью из словаря при помощи специального метода. Метода get. Вы видите, да, я сейчас пока не ставлю запятую, не закрываю скобку. Почему? Дело в том, что метод get, он как вот метод discard аккуратненько удаляет. А здесь я должен, я удалять не собираюсь, я собираюсь достать оттуда. later. Так вот, что он делает? Он сделает это аккуратно. Если там ничего нету, то он вернет none. Помните, такой есть специальный тип? Нифига называется. Специальное никуда. Специальный объект ничего. То он вернет none. А ошибки key error не будет делать. Но все еще круче. Я могу сюда добавить запятую. И дописать вторым параметром, необязательным параметром. Дописать сюда, например, не найдено. Или нолик. Что угодно. И тогда при ненайденном ключе из словаря будет возвращено. Вместо значения будет возвращено вот это вот то, что я сюда сунул. Классно? Таким образом, я всегда гарантированно, безошибочно смогу вот это сделать. И у меня будет либо то, что там хранится. Номер дня недели. Либо будет написано print value. Там не найдено. Значит, давайте перейдем к следующему действию. Что мы можем сделать со словарем? Интересно. Представим себе такую задачку. У нас тут выборы предстоят. Да, но эти выборы с предварительной регистрацией сложной. Соответственно, и список кандидатов определен заранее. Так вот. Представим себе такую задачку, что у нас выборы не с предварительной регистрации, а староста вашего потока. Вам говорят, ребята, надо определиться со староста потока. Голосование тайное. Берем листочек из тетрадки, вырываем. Или я там раздам вам листочки такие маленькие. И, соответственно, вы должны написать на листочке фамилию кого угодно. Ну, понятно, у меня есть список группы, я могу потом свериться каких-нибудь лишних людей, какими-нибудь Карлсона, Сванта-Сванта, это малыша так зовут, там, не знаю, там, кого-то еще выкинуть, потому что он мне не принадлежит этому множеству списка группы, да. Но, тем не менее, моя задача какая? Соответственно, произвести частотный анализ. Подсчет голосов. То есть, вот я соберу все листочки, на них разные фамилии. Регистрация кандидата в этом случае происходит по факту его появления в списке. То есть, я буду получать очередную, говорю, о, этот есть, единичка ему, да. Но фишка в том, что если я буду заводить список фамилий кандидатов, кандидаты это фамилии, список фамилий кандидатов, то мне придется, когда я встречаю очередную бумажку для проверки, а был ли такой человечек, пробегаться по списку фамилий, пока я не найду его местоположение. Ну, грубо говоря, if x in a, где a, это список, candidates, if x in candidates, x это новая фамилия, да, на листочке. Так, заходите, заходите. Садитесь вот сюда, чуть-чуть придется подождать, пока я закончу. Давайте сюда. Так вот, что произойдет? Я должен буду бежать, и это будет O от N. Ну, в смысле, от количества уже хранимых сейчас в памяти всех этих кандидатов. Ясно? Далее, мне нужно по этому индексу увеличить на единичку. А если такого нет, тогда уже append его в список. Дополнительного кандидата я автоматически регистрирую. Короче, такого типа задачка про выбор, она так и называлась, она была очень давно в ЕГЭ, когда он еще был на бумаге, ну, в условном 2010 году. Какого года вы рождение? Шестого. Шестого, да? Пятого. Пятого, да. Ну, короче, вот где-то там, я сейчас не скажу точно, может быть там 2008, но, в общем, вам еще было мало лет, а я помню, когда задачка мелькнула, такая интересная задачка. Она делалась с частотным анализом, но проблема была в том, что нужно было, если это писалось на Паскале, я часто писала на Паскале, ну, а там нет ассоциативных словарей, там никак. И там, соответственно, вот так это происходило. Итак, мы делаем задачку выборы. Выборы, ну, еще раз поясняю, что это у нас с открытой регистрации, да, выбора староста, без предварительной регистрации. Значит, итак, я объяснил логику. Сейчас пойдут, пойдут, пойдут фамилии, допустим, они в файле хранятся, да, и я должен их буду сейчас автоматом регистрировать. Что я делаю? Я беру себе, делаю словарь, это будет место, давайте лучше так, что это у меня D называется, давайте его назову как-то красиво. Это словарь будет регистр голосов, да, votes назову его, votes. И это будет словарь, в котором у меня будут такие пары. Кандидат двоеточие количество голосов. Понятно? Кандидат будет соответствовать количеству голосов. Это же изменяемая структура данных, словарь. Вот я туда и буду накапливать и изменять его туда. Что я дальше побегу? Я дальше, ну, допустим, у меня все эти строки фамилии кандидатов появляются из файла. Соответственно, как называете это дело? For candidate, ну, как называть его? Candidate in. Значит, для кандидата файл я просто open сделаю. Я не буду менеджера контекста, я сейчас плюну на все. Open, соответственно, это у меня урна. Как урна по-английски? А? А, точно. Ну, не trash bin. Ёлки-палки. Vote bin, наверное. Но bin вообще скорее корзина. Ладно, пускай будет bin. Bin.txt. То есть у меня хранится в txt-шнике все кандидаты. Все, вот так вот. Итак, что я делаю дальше? Я для всех кандидатов в этом слове... Это как раз построчный файл будет считывать по одной строке. Ну, там еще enter в конце. Давайте сейчас не запариваться. У меня enter в конце у каждого будет. Пускай так будет. Что я буду делать? Кроме последнего. Ёлки-палки. Я сейчас тогда сделаю так. Open.read. Это не совсем красиво. Мне не совсем нравится. Но я уже... Read.splitlines. Чтобы я сейчас... Это напрямую можно было заэксекьютить. И не надо было вписывать строчку по удалению enter из конца строки. А то в последней строке enter не будет как раз. А там может быть будет отличаться фамилия по последним символам. Мне надо, чтобы это дело. Splitlines как раз выбросит enter. Не будет вот в этом режиме. Все. Забыли. Итак, у меня есть список кандидатов, которые вот сюда циклически поступают. Итак, как я их буду учитывать? Первое, что я должен сделать. А этот кандидат был зарегистрирован или нет? If candidate in votes. Я, конечно, мог бы писать votes.kiz, но не требуется. Не нужно. В этом случае он уже был ранее зарегистрирован. У него уже не нулевое количество голосов. Что я должен сделать? Я должен ему количество голосов увеличить. то есть votes от candidate. Да? В votes от candidate. Равно votes от candidate плюс один. Очень длинно писать. Я напишу плюс равно один. Это работает. Это как раз будет означать взять значение старого значения, старое значение для вот этого ключа и выдать его. Но я не могу этого делать без проверки. Потому что иначе незарегистрированный вот эту штуку, это реально там вначале сбегает и поедет, получится key error. Поиск, ошибка поиска по ключу. Поэтому, если я не нашел такого товарища, то мне тогда в этом случае я вот регистрирую. А регистрация происходит очень прямым, очень простым способом. Как добавить в словарь новую пару? Да очень просто. Нужно взять и присвоить туда. То есть отличие будет только в том, что я туда присваиваю значение. Но это как раз я его регистраю автоматом с первым листочком за него. Пришел, вот я его и зарегистрировал. Вот он первый голос за него. С первым голосом я его и добавляю в множество тех, кого имеет смысл рассматривать. Теперь, меня интересует отсортированный вариант, а словарь отсортировать невозможно. Словарь это о беспорядочности, в том-то и фишка, в том-то и скорость поиска и добывания значений. Поэтому, когда я захочу рейтинг этих кандидатов увидеть, рейтинг, мне придется отказаться от словаря, запихнуть их всех теперь. У меня уже все кандидаты уникальны, а голоса накоплены просто по штукам. Сколько штук за них и все. Все, частотный анализ произведен. То есть, если бы я мог заранее знать список кандидатов, я бы заранее туда запросал, каждому бы нолик закинул. И просто я бы делал вот это, как это было у нас раньше с списком частот. Помните, f от x плюс равно 1. О, еще один x, а ну его щелкнуть для него счетчиком. А f это массив частот, где хранятся счетчики для каждого x. Помните, да? Я бы делал вот так. Но тут нолики я не могу заранее представить, потому что мне сами эти люди неизвестны. Вот. Ясно? Ладно, давайте закончим задачку. Это уже дальше просто мне нужно будет аккуратно отказаться от словаря. Мне нужны теперь пары. Ключ значения их нужно оттуда вынуть в список. Вынуть в список. Есть вариант первый. Это воспользоваться методом точка pairs. Метод pairs возвращает, правда не список, а итерируем объект, который вам выдаст все пары. Ключ значения. И можно их как пары распаковывать и куда-то закладывать. То есть можно сделать лист от соответственно, это будет у меня рейтинг уже. Лист, в котором я соответственно сделаю votes.pairs со скобками. Потому что это метод, в котором мне их все выдаст эту штуку. И я их тут же, как сказать, распаковываю я. Потому что лист его разытерирует на элементы. А лист и запакует его обратно в список уже. И такой список, вот этот рейтинг я уже могу начать сортировать. Рейтинг точка сорт. Правда сортировать мне его нужно в первую очередь не по ключу, не по фамилии же их сортировать, а по значению. Для этого мне придется сортировать со специальным способом указания ключа сортировки. Потому что там кортежи, они должны будут сортироваться по второму параметру. По первому не обязательно. Тогда мне придется сюда вставить функцию, которая от пары будет возвращать мне второе ее значение. То есть 0,1. Первое. Соответственно, я сюда вставляю лямбда функцию. Лямбда это функция безымянная. Помните немножко? Я вводил их, да? Лямбда. Лямбда. Соответственно, от P, где P это пара, а возвращать она будет P первая. Вот. Вот так. Вот с указанием этого ключа сортировки было бы еще хорошо дописать второй именованный параметр для функции sort. Вот это называется ascending. Сейчас секундочку. Reversed равно true. Потому что по умолчанию он делает по возрастанию. А мне нужно наоборот по убыванию рейтингов. В начале тех, за кого многое проголосовали, а потом все ниже, ниже, ниже. Понятно? В библиотеке collections есть специальный такой прикольный словарь, который называется counter. И вот все, что я сейчас написал, все, можно сделать следующим образом. Я могу вместо всего вот этого вот написать, ну представим себе только вот эту штуку, я не буду повторять ее написание, что я сделаю from collection с маленькой буквы, import это в одну строчку, поэтому я перенос такой брошу, import counter с большой буквы. Counter пишется с большой буквы. И я сделаю сейчас так, votes, смотрите внимательно, votes равно counter, это такой спец словарик, в котором для любого отсутствующего значения число ноль. Если такого ключа нет, то он скажет ноль, за него еще не голосовали. То есть словарь, которого он не будет выдавать вам key error, он будет просто говорить ноль в качестве значения. Это как если бы get делал, запятая ноль написал бы у get, вот это было бы похоже. Но фишка в том, что у конструктора counter, у его конструктора встроен частотный анализ. То есть если я ему засуну список всех кандидатов, то он уже произведет аккуратно частотный анализ, мне останется только спросить votes.most.common и сказать, например, я хочу только первую тройку. Та-дам! Все, фамилия, запятая голоса, это три кортежа, вот эта вот штучка вернет мне три кортежа, я могу по ним сразу пробежаться, причем еще и сразу распаковывая. For candidate, запятая number, in votes.most.common3, print name, запятая number. Та-дам! Это называется купить велосипед. Чем делать велосипед? Всегда легче его купить. Для того, чтобы велосипедом, как сказать, пойти купить, надо знать, что он продается, что такое вообще можно купить. То есть стандартную библиотеку языка вообще лучше знать, потому что там многие все вещи уже сделаны за вас, пойди и возьми. Я вам скажу, в языке чистом C там же вообще ничего не сделано, там очень мало вещей, которые в стандартной библиотеке C есть. И там, как в школе 21, там все время нужно «сделай сам», нужна хэш-таблица. Окей, берем молоток и начинаем делать. Нужно двоичное дерево поиска. О-о-о-о! В C++ это синастероидах с дополнительным синтаксисом. Там двоичное дерево поиска есть, и unordered map есть для словаря. Ладно, что я последнее успею сказать и звонок. Я вам покажу еще одно интересное использование словаря. Если бы я мог его сейчас вот так вот махнуть, было бы классно. Но, к сожалению, там другая доска. Не подходит. Значит, что я хочу сказать? Смотрите, а что если у меня будут несколько функций? Функция первая от х, которая возвращает, не знаю, там, х в квадрате. Функция вторая от х, F2, которая возвращает, ну, не знаю, там, х плюс 100. Функция третья от х. Ну, они имеют какие-то, предположим, какие-то разумные названия. Но они гомогенны, скажем так. То есть, короче, они от одинакового списка параметров возвращают значение предсказуемого типа. То есть, мне нужно выбрать функциональность по некоторым параметрам. Итак, он что-нибудь делает, там, не знаю, return, там, не знаю, х минус 10. Ну, что-нибудь. А может быть, какая-то функция будет возвращать. А теперь смотрите. Мне требуется в зависимости от некоторого, допустим, строкового параметра или числового. Да? Лучше строкового. Если числовой, то я мог бы сделать список функций. Точнее, список ссылок на функции. А я, допустим, по строке. Вот человек вводит мне, я говорю, введите, что будем делать. И он мне должен ввести. Будем возводить в квадрат. И он пишет квадрат. Или он пишет, там, плюс 100. Короче, будет какая-то строка, которая что-то значит. Да? Давайте символ, там, две звездочки. Это одна ситуация. Плюсик, другая ситуация, минусик. Третья ситуация. Что я сейчас сделал? Смотрите. То есть я экшен считываю условно с клавиатуры. Как строку. А дальше мне нужно сделать ветвление. Если звездочка, звездочка. If экшен равно-равно звездочка, звездочка. Двоеточие. Print F1 от... Ну и еще X. То есть экшен и X. X тоже я получил с клавиатуры. Что там, не знаю, инт или float input. Не важно. Да? И я такой говорю. Окей. If экшен равно-равно звездочка, звездочка. Print F1 от X. Элиф. Да? Экшен равно-равно. Плюс. Принт F2 от X. То есть мне нужно определиться с выбором действий. Но представьте себе, что этих ифов, элифов, 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 элифов у вас штук 100. Ну и ладно, 20. Вам понравится такая функция? Вот такой вот текст. Такое ветвление каскадное. Если не, если не. Если ваше каскадное ветвление велико и неудобно, то есть функция раздувается вот так вот, то вы можете тела этих функций, то есть сами действия, которые нужно делать, вынести в отдельные функции и создать себе словарь, который назвать экшенс. Экшенс. Это будет сейчас словарь, в котором в строке звездочка-звездочка будет соответствовать первая функция. Без скобочек. Как объект. Я не вызываю ее, это просто объект. В том-то и фишка первоклассных объектов, что функции являются гражданами полноправными. Первоклассные, то есть как это, еду первым классом, да? Есть рабы, а есть господа. Граждане, как в Древнем Риме. Древний Рим. Есть граждане, которые демократят, там что-то еще, а есть рабы, но они бесправны. Вот есть гражданство или нет. Вот они граждане. Есть такие языки программирования, в которых с функциями можно делать не все. Например, функцию нельзя передать как параметр внутрь функции. А есть языки, в которых это можно. Нельзя вернуть функцию из функции. Вот такие языки есть. В питоне функции полноправные граждане. Их можно в словарь запихивать. Список функций. Сортировать их нельзя, потому что нет операции сравнить. Но если мы сможем ее ввести, пожалуйста. Понятно? Так вот, я запихиваю в словарь. Соответственно, на плюсик, двойточие, плюсик, двойточие, F2, запятая, минусик, двойточие, F3. А теперь смотрите, что я делаю. Вместо того, чтобы делать длинный вот этот if-a-lif-a-lif-a-lif, я говорю. Ну, давайте, во-первых, первое, проверим, а экшен, который пользователь ввел, он вообще допустим или нет? If action in actions. В отличие от этого if-a-lif-a-lif-a-lif-a, который проверяет, а равен ли ты этому, а равен ли ты этому, а равен ли ты этому, как по списку бегу и спрашиваю, а ты та книжка, та книжка, та книжка. Вместо этого давайте спросим сумасшедшего библиотека, я спросил, а такая книжка есть, он к-к-к-к-к, есть или нету. А дальше, если оно такое действие есть, то я что делаю? Я просто его вызываю, actions от action, это что такое? Это функция. То есть из этого словаря как значение будет достана функция, и ее надо уже вызвать для x, чтобы получить значение. Впрочем, я эту функцию могу не обязательно сразу вызывать, я ее могу в мэп запихнуть, который начнет эту функцию. Короче, функции полноправные граждане, и вот эта штука интересна, потому что здесь фактически происходит ветвление, множественное ветвление на много случаев. Класс? Вот так вот. А если я напишу else, то у меня еще есть возможность обработать последний как в if-a-lif-a-lif-a-lif, последний else. А если его нету, тогда что? Ребята, в следующий раз нас ждет начало великого пути теория графов и, соответственно, алгоритмы на графах. А это обалденная штука, я постараюсь вас заразить интересом. Сегодня все, спасибо. Спасибо.